Итак, первая вещь. Если у вас вы истощены, не можете даже поговорить друг с другом, никакой любви не будет. Не ждите ее, меняйте образ жизни. Зацикленность друг на друге, на телевизоре, на работе разрушает человеческую жизнь. Сначала семью, естественно. Второй принцип. Второй принцип очень важный. Любовь или отношения в семье не движутся в энергии строгостей и принципов. Есть три типа людей. Первый тип – это человечные люди, для которых человек стоит выше, чем принципы. Второй категорий людей – это люди принципиальные, это у которых принципы стоят выше человека. Это значит, что никогда нет шансов сохранить семью. Если принцип стоит выше человека, значит, одна ругань, одни нервотрепки. То есть, я знаю же, как правильно. Причем тут интересно знать, что у женщины абсолютно своя правда. Она находится в атмосфере любви и отношений. Женская правда. И это правда, это не ложь. Ну, то есть, женщина доказывает эту правду любви и отношений. У мужчины своя правда, она находится в атмосфере знания и правил. Понимаете, да? И начинается скандал. Что важнее – женская правда или мужская? Кто побеждает? Побеждает бракоразводный процесс. Победителей в такой войне нет. Тогда сразу возникает вопрос – а где же правда? Правда заключается в том, что правда в сердце человека проникает только через трубочку любви. Вот, чтобы в сердце заплюнуть правду близкому человеку, нужно ее плевать через трубочку доброты. Запомнили? Доброты. Ну, то есть, это значит, что вы сначала принять должны человека близкого. Что такое доброта? Сначала принимаешь, а потом действуешь вопреки своей правде. Вот послушайте, вот как я делаю. Допустим, жена на меня обиделась. Я точно знаю, что я прав, она не права. На сто процентов. Я иду и говорю – прости меня, я не права. Она мне говорит – ты на лекциях говоришь, что ты чувствуешь себя правым, поэтому я тебя не прощу. Я говорю – нет, вот в этот раз я так не чувствую, чувствую, что ты права, хотя сам чувствую, что я прав. Обманываю ее, спрашиваются тогда, что это за такая жизнь, зачем обманывать. Правда стоит ниже любви, запомните. Всегда и везде, во все времена, ни от любви, ни от правды. Если ты, допустим, говоришь человеку правду без любви, значит, это ложь. Ну, допустим, человек от твоей правды может, допустим, умереть, у тебя там у него рак, а ему нельзя знать, он еще быстрее умрет от этого. Тогда не надо говорить правду. Любовь стоит выше правды всегда, запомните это. И потом правда выходит наружу в результате любви. Сейчас, как у меня, в моем случае это выходит, сейчас объясняю. То есть женщина, во-первых, не может быстро прощать, надо несколько раз просить прощать. То есть я вот на третий раз, она на второй раз говорит – прощу завтра. На третий раз, это сегодня уже прям, третий раз через час. Она говорит – я тебе прощаю, спасибо тебе, обнимает меня, говорит – ты у меня самый лучший. Все. И в этот момент, как только она так делает, что происходит? Знаете, что происходит? Я начинаю понимать, почему она обиделась, даже несмотря на то, что она мне об этом не говорит. А если бы спросить, она обиделась, так же и скажет. Понимаете, да? Ну то есть знание приходит о том, что правда где-то посередине находится. Только после того, как ты принял другого человека, вместе с его правдой, простил его, сам прощение попросил. И дальше ты узнаешь о том, почему он так считает, в чем его правда заключается. Поэтому знаете, что отношения между мужем и женой, и также с детьми, со своими, имеют только мягкую, добрую природу. Просто, если говорить об отношениях с детьми, у них свои грани. Вот, допустим, девочку воспитывать надо очень по-доброму, мягко, но если она ведет себя плохо, надо с ней просто не разговаривать. Ну то есть дистанцироваться от нее. Как надо воспитывать мальчика? Мальчика словами воспитывать не надо. То есть отношение к мальчику доброе, но так же, как и к девочке, нужна строгость. Что такое строгость? Это когда ты, ну как бы, принципы выполняешь, но по-доброму. Вот, допустим, женщина воспитывает ребенка одна, да? Мальчик, допустим, нашалил. Мальчики будут всегда шалить, потому что они так изучают мир. Им надо всегда ошибаться, делать глупости, чтобы понять, что этого не надо делать. То есть у них так устроена психика. Как воспитывать мальчика? Он нашалил, допустим, ни в коем случае ему нельзя, говорит, если ты будешь так делать, то я тебя накажу. Он просто смокнет лапшу с ушей и все. Понимаете, и когда мальчика воспитываешь, нужно сразу брать его за руку и куда-то с ним идти. То есть нужно совершать действие даже без слов, понимаете? И он спросит, мама, мы куда идем? Мы идем в угол. А почему? Потому что ты нашалил. И сразу тут же у него возникает вывод. И он говорит, мама, давай не пойдем в угол, я не буду больше шалить. Понимаете, он тут же начинает как бы соображать, что делать дальше. Но все равно его надо до угла довести, поставить его. И потом можно подойти, если, допустим, видите, что он раскаялся и сказать, что-то ты мне сказал по дороге, я решил не шалить. Ну хорошо, выходи из угла. И тогда он реально что-то понял. Понимаете? Но если вы ему начинаете угрожать, орать на него, бить его по заднице, это не работает, потому что просто укрепить задницу. Я серьезно говорю, то есть женщина мне жалуется, говорит, Олег Геннадьевич, я раньше убила своего сына, и он как-то плакал там. А сейчас он научился так сильно терпеть, что мне руку больно, а он просто стоит. И все. Я его сказал, что тебе больно? Он говорит, нет. Потому что это мужчина. То есть он просто укрепил задницу, его уже по заднице бить бесполезно. Он натренировался просто. Психика у мужчины так ускорна, что он принимает судьбу, побеждает ее. Ты просто бей по заднице, не бей, не по барабану. Вот. Даже маленький ребенок так настроен, понимаете? Вы таким образом его не победите. А вот любовью можно победить. Или отказом от любви. То есть, пожалуйста, постой в углу, или мама с тобой разговаривать не будет. Сразу возникают мысли. Но мужчина должен показывать силу своему сыну. Болю, свой характер. Чтобы мальчик учился у отца от этой силы, этому характеру, этой воле. Но по-доброму, через доброту. Потому что если он со злобой, значит, тогда ребенок тоже злобным вырастет. А если по-доброму, значит, он вырастет принципиально. Вырастет с сильным характером.